Всем привет, с вами Прия. Одним World of Warcraft сыт не будешь, поэтому после долгого перерыва в террарию, примерно перерыв был где-то полтора-два года, да еще и обновление вышло 1.4, было принято решение посидеть поиграть, так как был выпущен новый режим под названием Master Mod, в котором хп мобов повышено по сравнению с обычным режимом, где-то раза в 2-3 боссы бьют больнее, фармить некоторые вещи тяжелее, ну и дополнительные награды всякие есть в Master Mod. В целом это все выглядело довольно-таки интересно и классно. Проведя где-то 61-65 часов чистого времени, вся игра абсолютно стримилась, был убит Moon Lord. Moon Lord это лунный лорд, финальный босс на текущую версию террарии 1.4. Собственно новых боссов там чуть-чуть конечно завезли, но они такие второстепенные и не являются логическим завершением игры. Давайте зайдем в игру, подробно рассмотрим абсолютно все бонусы, которые использовались при убийстве Moon Lord. Что у нас получается, если пройтись по аксессуарам, в основном это абсолютно все защитные аксессуары, сами по себе, по своей механике, которые повышают статы каким-либо образом, и при этом все эти аксессуары перекованы на 4 защиты. 4 защиты в эксперт режиме дают минус 3 получаемого дэмэджа от каждой атаки. Как в Master Mod рассчитывается снижение дэмэджа, вот это вопрос хороший. Небольшая арена, которая по краям имеет стеночки, ну то есть на этой арене фармилась тыквенная луна, морозная луна, ничего такого уникального. Внизу имеется мед, в который мы заходим время от времени, получаем 30-секундный бонус на ускорение восстановления жизни. Также мы кушаем тортик, который можно получить у тусовщицы в тот момент, когда она начинает вечеринку. Мы говорим с ней и получаем тортик. Он дает нам 20% скорости передвижения. Так как я играю воином, то мы используем заточку оружия. Это такой точильный камень, который можно найти в сокровищницах. Использовав его, увеличено пробивание брони. Также можно использовать колдовство, а именно увеличение максимального количества питомцев. Ну и при этом мы используем посох дракона Звездной пыли. Чем больше мы можем призывать питомцев, тем больше он по, как говорится, своему размеру. Что далее? Ну, касательно зелья, в целом все просто. Использовалось зелье на 8 защиты. То есть это снижение 6 получаемого дэмэджа от каждой атаки. Ну, может быть, даже и чуточку больше. Об этом уже сказано было ранее. Зелье регенерации, которое позволяет нам регенить пассивную хпшечку. Далее зелье скорости, увеличение скорости движения на 25%. И далее 3 рыболовных зелья. Первое это зелье выносливости, получаемый урон снижен на 10%. Второе это зелье жизненные силы, увеличение максимального здоровья на 20%. И третье это зелье ярости, увеличение шанса критического удара на 10%. Ну и еще одно зелье призыва. Я уже начал использовать его, можно сказать, в последних фазах игры при убийстве боссов. Зелье призыва позволяет на одного миньона призвать больше. То есть в случае с данным посохом дракона, просто дракон будет больше по размерам, ну и при этом будет больше наносить дамага. Касательно оружия использовалась праведная заря и праведное солнечное извержение, которое делается из солнечных фрагментов. Не стоит забывать о бонусе от еды. В обновлении 1.4 их появилось 3 ответвления. То есть наводя на предмет, на предмет еды, мы будем видеть английский текст. Major improvements to all stats. Либо medium, либо minor. То есть если сравнивать минорную еду и мажорную, там разница в 2 раза. Например, минорная еда дает 2 единицы защиты, ну а мажорная еда дает 4 единицы защиты. Я думаю, выбор очевиден. Ну и касательно брони, сейчас-то уже ясное дело, все намного лучше, солнечная броня имеется, но в момент убийства лунного лорда использовалась жучья броня. Именно с жучьим нагрудником на 32 единицы защиты. Бонус там идет такой, что призванные жучки уменьшают по вам получаемый урон. Самое главное уменьшить по себе урон. Ну а босс уж сам умрет, это точно. Последний бонус, о котором стоит сказать, это флакон с ихром. В тот момент, когда мы его выпиваем и поражаем какую-либо цель, то она становится чуточку желтой, и при этом у данного врага снижена защита. То есть мы пробиваем эту цель еще больше. Это плюс дамаг для нас. Далее будет представлен вам отрезок с убийством лунного лорда. То есть это первый убитый мун лорд на стриме. Это вырезка со стрима все-таки стоит понимать. Вот, так что приятного вам просмотра. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылках в описании. Также на твиче можете открыть вкладку видео. Там есть и другие записи боссов. Если будут какие-то вопросы, дайте знать об этом в комментариях. До скорого. Нет, не юзал. Ну я типа знаю об этом, но я не юзал смысл. Субтитры сделал DimaTorzok Возможно же весь интерес теряется. Обычно депьюзают те, кто быстро хочет игру пройти. Ну, насколько мне известно. Субтитры сделал DimaTorzok Рука осталась ли? Субтитры сделал DimaTorzok Сердечко Ух ты! Я не видел эту фазу, я не помню ее. Он один, да, пока что? А, их трое, да? Сколько хп у сердца? 100к? Да, 100, сотня, сотня. 95к? Одну минуту еще он будет действовать. Мне нужно за минуту его убивать. Для меня это важно. 30 секунд. 30 секунд. Субтитры сделал DimaTorzok И я забыл поменять перчатку на очарование мифов. Кстати. Ну, видели, да? Я, типа, не юзал даже ножи. Фу, это было сложно. Чуть-чуть. Ну, так, типа. Пойдет. Продолжение следует...